Центр внешкольной работы номер два готовится к началу учебного года. А пока ребята наслаждаются последним месяцем каникул, учреждение посетила начальник управления образования городской администрации Елена Юферова. Учреждение дополнительного образования начинаем принимать 20 числа. В течение двух дней объезжаем. Ну вот сейчас у нас рабочие поездки проходят, потому что какие-то еще шероховатости нужно посмотреть, решить, где-то может быть поддержать решение каких-то проблем. В целом у нас на учреждения дополнительного образования, а у нас их 9, а с филиалами зданий гораздо больше, выделено более 10 миллионов рублей на ремонтные работы, в том числе более 600 тысяч на мероприятия по пожарной безопасности. Этот центр на сортировке уникальный. Для местных ребят единственная возможность посещать кружки рядом с домом. Подготовку учреждения ведет всестороннюю. Есть здесь и танцевальная секция, и зо-студия, кружок рукоделия, живой уголок, кружок авиамоделирования и свой собственный скалодром. Здесь они начинают просто разминаться, разминочные стенды. Здесь вот если обратить внимание, просто зацепы, так называемые зацепы, они разного размера. То есть сначала для одной части кистей, потом для второй, потом уже для самых колечков. Места в бывшем доме пионеров уже едва хватает, но обитатели не жалуются на стесненные условия. А вот само здание уже не новое, 59-го года постройки. Дом пионеров создавался из двух жилых домов, которые перестраивались. И соответственно все те болячки, которые возникали у жителей, теперь они переходят к нам. То есть это деревянные перекрытия, которые начинают постепенно рушиться. Это отваливающаяся штукатурка со стен. И каждый год мы приводим свое здание в тот вид, который позволял бы ребятам заниматься и достойно представлять свои работы на каких-то конкурсах. Вот и в этом году на текущий ремонт пришлось потратиться. На более чем 350 тысяч рублей сделали косметический ремонт в фойе, коридорах и кабинетах. Заменили перекрытия, обновили подвальные помещения. Сейчас все внутренние работы выполнены и ремонтные, и по требованиям противопожарной безопасности. В финальной стадии внешний ремонт здания, чисто косметический. Материально-техническая база, накопленная годами, и уникальный преподавательский состав – то, чем гордится Центр внешкольной работы номер два. И с нетерпением ждет своих воспитанников. И тех, что вернутся после каникул, и новых. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.